Продолжение следует... 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 Вот, подсыпку по английскому переулку провести и сделать. Там яма по 15 сантиметров. Я думаю, что так только... Еще один вопрос, последний. Скажите, пожалуйста. Андреевский переулок заоружен автомобилами. Потому как банковская, получается, там односторонняя. Чтобы проехать туда, нужно проехать либо по 1 мая, объезжать, либо по Андреевскому переулку. Дальше все бежать через Андреевский переулок. Потому что там стоит односторонняя движение. Там машутная 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 машутная. По центру сделаем, если получится, ямочный сделаем. А с разрусткой транспорта в Андреевском переулке? Еще раз говорю, что знак установить нужно? Ну я не знаю, что первое время. Там есть прошло. И грузовые. Нет, я понимаю, что вы, ваше мнение, нужно установить знак. Люди, которые там живут, они не будут против, что они не смогут заехать по односторонним к себе. Мне не проблема установить знак. Чтоб завтра не были против жельцы этой улицы, которые скажут... Пару вас пронагрузить никак нельзя. Там просто двусторонний движение. Вольпы изна... Вольпы изна... Центральная 2, да? Центральная 2. Наверное, на ВУД. Центральная 2. Ну, ВУД и членов. Да, напротив членов 12 этаж какому-то. А можно проектов? Ну, да, присутствует ваша фамилия согласно проекту решения. Вы в курсе, что разрабатывался такой проект решения из полкома? Или это другого проекта? Нет. А вопрос? Ну... Больше бы такого, что? У нас сейчас эта остановка Челюстница в таком состоянии сейчас. Уже два месяца. Пытаюсь с этим бороться. Я не знаю, куда идут ремонт остановки. И еще... Также есть остановка Челюстница в другом. На другой стороне. Там, когда остановка Сантовск, люди идут вон от дороги. Тротуара нет. Лето начало как-то нормально, да. Но седьмой... Седьмой, когда снег, когда лед, там очень опасный дик. Поэтому хочется узнать, будет ли там тротуар вообще. И как вообще добираться с ума? В частном секторе. Да, в частном секторе. Ну, сейчас говорю честно, пока что до частного всех тротуара не дошли. Вообще, если вы хотите узнать тротуар, мое мнение, какие тротуары должны быть в Слаянске или в будущем? С любой остановки человек вышел, он может, если он вышел на остановке и не хочет ехать транспортом, он должен идти там в путь исследования общественного транспорта пешком. Вот это городская власть для себя должна поставить задачу. Ну, если за сорок лет мы понимаем, да, последний раз тротуар когда там делался, кто-то взял на перекладку с центральной части, а в частном секторе мы вообще не доходили, то, конечно же, сейчас тут похода, дорог нету и тротуара мы так будем делать. Но вообще, в идеале, по программе, вот мое мнение, привести в соответствие так тротуары, еще раз повторюсь, что из любой остановки вышел человек и пошел пешком вдоль дороги и дошел до следующей остановке. Поэтому дойдет до такого состояния, ну, в девятом порядке дороги, который в том числе... Василий, можно я сейчас начать? Поясняю. По этому вопросу. Поясняю. По этому вопросу. Значит, светофор, как вы помните, планировалось, и он был включен в объект, дорога, которая должна была связать, прийти от Семеновки до выезда с Краматурска по Олексе Пихово. На сегодняшний день финансирование, которое было обещано, его нет. Проект есть. Поэтому принято решение сделать новый проект. Проект уже работает, в течение месяца. Другого варианта нет. Придаспределить деньги, которые государственная субвенция была выделена на покупку троллейбусов, там, в крайнем миллион гривен. Миллион в месяц, да, если мне что нравится? Для того, чтобы распределить эту субвенцию на установку этого светофора и еще нескольких по городу, там, где их вообще не было. Есть проблема с светофором. На сегодняшний день инфор-ресурс. Более того, есть еще светофор на возле. Закуплено оборудование. До сих пор военную с инфор-ресурсом, потому что у них на балансе светофоры, заборы, некоторые по городу разрушенные, которые вы наблюдаете, и дорожные знаки. Соботируют передачу в городскую совету по распоряжению, в принципе, министра. На сегодняшний день, еще полгода назад было такое распоряжение. Фактически саботивно. Описывается, что в связи с тем, что они находятся в процессе ликвидации, они не могут нам придать на баланс. То есть еще такие причины. Хотя на самом деле деньги за охлуженные светофоров от нас стабильно получают. То есть я так понимаю, тяну, потому что хотят получать зарплату. Перепрыгнуть эту структуру на сегодняшний день я не могу, и поэтому с этим всячески борюсь. Я вам откровенно говорю, полгода заблокирована установка, уже больше всего год на вольный, перед тем, что все оборудование есть. Не можем с ними согласовать, чтобы они убрали свои столбы, свой завалившийся на вольный светофор, который на светофором назвать нельзя, чтобы там установить свой. Если вам продлина решение. Если, опять-таки, не понадобится проект, если мы опять-таки эту всю хирург-процедуру, проект и так далее не вяжемся. Всех вопросов, которые вы сейчас заслушали от общественников, присутствующих, большинство из них ни один год проблем нет тогда. То есть тут ничего такого не прозвучало экстра-бинарного, которое требовало сразу вмешательства, решения, вопрос, который можно было решить сразу здесь, не обходя. И он такой вот, ну, они безусловно важны, но эти же вопросы можно было задать на приеме городского головы, которые проходят два раза в письменном обращении, которые есть и так далее. Поэтому формат я меняю на сегодняшний день. Будет отдельная встреча с портальными, аппаратная с руководителями коммунальных предприятий будет отдельно, без присутствия общего по приглашению, пресса может присутствовать, буду проводить. И вот в таком формате, возможно, я подумаю, раз в месяц будут проходить вот такие форматы, где будет городской голова, где будут вообще общественники, где будут действия коммунальных служб. Вот в таком формате раз в месяц будет проходить. Все остальное в другой обстановке в рабочем. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok